В Хасавюрте стартовала ежегодная восьмая по счету школьная олимпиада СКФО «Будущее Кавказа». Для участников подготовлены две крупные образовательные площадки – гимназия номер 3 и гимназия номер 2 имени Александра Сойтиева. На крупное интеллектуальное состязание со всех северокавказских республик съехались более 500 человек. Помимо подготовки образовательного процесса, руководством гимназии совместно с преподавательским и ученическим составом была создана атмосфера приятного досуга. Развернуты всевозможные акции, конкурсы, а также художественная и традиционная выставки. В течение двух часов участники будут решать тестовые задания по предметам. По мнению одного из участников Кантемира Карданова, прибывшего впервые из Республики Кабардино-Балкария, участие в Олимпиаде – это мощный стимул и высокий потенциал для выпускников при поступлении в ВУЗы. Я с ребятами из нашей республики, с других сел, городов познакомился, с ребятами из Гушетии познакомился, с Тарапурского края. Желаю всем удачи, чтобы все выворились на максимум и получили заветные места. Что касается преподавателей, возглавляющих делегации, их мнение сходится во многом. Отмечаю прежде всего, что для детей участие в Олимпиаде – это не только повышение и проверка качества знаний, но и установление дружеских взаимоотношений. Конечно, нужно уявлять самых умных и сильных, чтобы показывать, что у нас есть способные дети. По моему мнению, такие Олимпиады необходимы для повышения уровня образования самих детей. Основной задачей этой Олимпиады, я думаю, что является именно под девизом, который Олимпиадой работает, будучи Гавказа, объединить наших детей со всего Северного Гавказа, возродить все то, что забытое в прошлое нами, то есть обычаи и традиции наших народов всего Северного Гавказа. Это первая, я считаю, основная задача и для наших детей, и для нас самих. Кроме того, для представителей делегации в одной из гимназий был организован круглый стол, посвященный теме – сдаче выпускниками государственных экзаменов. Суть проведенного круглого стола – обмен опытом педагогами, как главный критерий достижения желаемого результата. Как обозначили представители городского управления образования, практика проведения Олимпиады показала, что количество участников в Олимпиаде с каждым годом заметно растет. В этом году количество предметов увеличилось до 10, то есть на два предмета больше, чем в прошлом году. Итоги Олимпиады будут проведены 29 марта.